Привет, друзья! Мы сегодня с вами продолжим заниматься созданием музыки. В прошлый раз мы остановились на том, что нам нужна обработка для нашей музыкальной композиции, динамическая и пространственная. Но я решил не идти легким путем и решил сделать новую музыкальную композицию, то есть создать ее от начала и до конца и обработать подобающим образом. Соответственно, мы сделаем музыкальную композицию, будем идти от идеи до ее воплощения, а затем ее, так сказать, обработки, приведение ее в человеческий вид. Ну, не будем долго болтать, займемся делом. Итак, приступим, друзья. Создадим меди-дорожку, одновременно создадим в ней инструмент. Пользоваться мы сегодня будем инструментами компании Native Instruments. И начнем вот с такой вот необычной штуки, называется она Sunturi. Индийский музыкальный инструмент. Звучит он вот так. Настроение сегодня, ну, несколько такое меланхоличное. Думаю, получится композиция в стиле бонобо, мне кажется. Темп у нас будет 114 ударов в минуту, и у нас получилась вот такая вот мелодия для начала. Начнем с нее. Исправим некоторые ошибки, подправим громкости нот, ну и далее займемся ритмом. Создадим дорожку с барабанами. Я буду пользоваться своим драм-китом, назвал его Dusty Drums. Это такой у меня вот набор ваншотов, киков, снеров и хай-хетов. Вот такой незамысловатый для начала рисунок ритмический. Добавим к нему тарелок и различных перкуссионных элементов. Опять же, обращаемся к Native Instruments Contact и выбираем AB Road 70s Drummer. В ее наборе уже есть готовые паттерны, и я думаю, мы ими воспользуемся. Я имею в виду паттерны барабанных партий. Подберем подходящий нам, уберем из него все лишнее, оставим все самое нужное. А нужны нам сегодня тарелки и кое-какие перкуссионные элементы. Вот так все у нас звучит вместе. Ну и, я думаю, подправим чуть-чуть звук нашего Сантури. Ну и очередная миди-дорожка, и сделаем такую подложку из аккордов. Инструмент, которым мы пользуемся, называется ун-аккорда. Это такая эмуляция препарированного фортепиано. И вот что у нас получилось. В итоге мы сделали несколько таких вот вариаций мелодических. Давайте теперь переименуем дорожки так, чтобы мы в них не запутались. Каждая будет носить название своего музыкального инструмента. Ну и добавим бас, который, так сказать, склеит нам всю нашу музыкальную композицию и придаст ей ощущение движения, так называемого. Ну и запишем теперь паттерны баса. У нас сейчас есть две мелодические вариации, и сделаем еще одну вариацию с басом. Таким образом у нас получилось две вариации. Одна в до миноре, другая в фа миноре. Добавим еще одну, из которой мы позже сделаем такой проигрыш в нашей музыкальной композиции. Добавим к этой вариации клавиши и бас. Эдакий напряженный момент создадим. Очередная миди-дорожка и очередной инструмент, который придаст атмосферу нашей музыкальной композиции. Выберем для этого инструмент, который называется Massive, и пресет Space Spring. Также добавим его во все три наши вариации. И, в общем-то, уже получим достаточно четкую схему нашей музыкальной композиции. Так что, думаю, можем приступить к созданию аранжировки. Вот такая у нас вышла аранжировка. Чуть-чуть подправим ошибки, которые мы совершили в процессе ее создания. И мы увидим перед собой уже схему нашей музыкальной композиции. Теперь можем заняться обработкой. Начнем с мастер-канала, на который установим Virtual Mix Bass от Slate Digital. А следуем эмуляцию пленки Ampex ATR-102. Установим на него заранее заготовленный пресет и послушаем, что у нас получилось. Так все звучит без обработки на мастер-канале. А так с обработкой. Следующий шаг займемся нашими дорожками. Начнем с барабанов. Прежде всего, используем эквалайзер, эмуляцию консоли NIF от Slate Digital. Добавим немножко низов, чуть-чуть высоких, средних. Сатурации. Это кнопка Drive. Ну и, конечно, компрессор. Отношения рейси оставим как есть. Два к одному. Средняя атака. Довольно быстрый релиз. Ну и вернем громкость в нужный нам уровень. Далее займемся нашим большим барабаном или киком. Прежде всего, используем эквалайзер PullTech. Добавим низких частот в районе 60 или 100 Гц. И приберем высокие частоты. Звучит немного чересчур раскатисто, но мы с этим справимся чуть позже. Перейдем к нашим тарелкам. Начнем с обработки сатурации. Sound Toys Decapitator лучше сатуратора пока еще не придумали. Следом за сатуратором эквалайзер. Убираем все ненужное. Не нужны нам здесь слишком низкие частоты. Подправим наш кик. Сделаем просто его немного короче, чтобы он звучал более резко. И подложим 808 кик, который никогда не подводит. Также его сделаем достаточно коротким, но басистым. Вот так все звучит вместе с басом. Бас тоже стоит обработать. Естественно, для начала обработаем его пленкой. Slay Digital Virtual Tape Machine. 15 FPS. Низкие частоты. Добавляем входного сигнала. Автоматически убавляем выходной. И бас у нас становится более плотным. Сравним, как он звучит с обработкой и без. Конечно, используем sidechain на басу и на наших мелодических инструментах. Чуть приберем в басу самых низких частот. Ну и, конечно, добавим компрессор в конце. Мой любимый компрессор на басу — это LA-2A. Простой и безотказный. Сделаем небольшую автоматизацию на кнопке Peak Reduction. Для того, чтобы громкость у нас добавлялась в тот момент, когда у нас бас играет более высокие ноты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Более-менее выровняли по громкости нашей секции. Ну и чуть-чуть разнообразим звучание барабанов. Добавим тамбурин. Чуть-чуть его сделаем потише. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь самое время перейти к обработке пространственной. Реверберация. Создадим Return Channel, на который повесим ревербератор EMT-250. Выберем на нем пресет, выключим шум аналоговый и пошлем на этот канал наш Сантури. Сам по себе инструмент уже достаточно объемно звучит. Поэтому нам понадобится достаточно большое количество ревербераций, чтобы послушать, какой она создает эффект. Ну и не просто добавим реверберацию, а чуть больше контроль над ней возьмем. Уберем низкие частоты в канале посыл, даже не только низкие, но и средние, где-то до 400 Гц. Чуть переберем высокие, а в конце добавим нашу любимую сатурацию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом сигнал у нас будет проходить через эквалайзер, попадать в ревербератор, а затем проходить обработку сатурации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть мы удваиваем звук нашего инструмента, как бы накладываем на него вторую мелодию, сыгранную несколько другим тембром. Точнее, мы это не делаем, мы это эмулируем. При помощи вот этого самого Real ADT-2V. Выбираем прессе Two guitars are better than one. И слушаем, что у нас получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последняя пространственная обработка, которой хочется добавить, это дилей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дилей у нас будет плёночный также. Tape Echo от Universal Audio. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немного покопаемся в настройках, синхронизируем наши дилеи с темпом композиции. И выберем размерность, с которой будут у нас идти эти повторения. Думаю, нам хватит одной восьмой. Послушаем, как всё звучит вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звук получился плотнее и насыщеннее. Взгоняем на наш мастер-канал. Мне кажется, мы немного переборщили с громкостью. Постараемся держать громкость в районе, ну, минус 5-4 дБ. Для этого выберем все наши дорожки и у всех одновременно опустим громкость на одинаковый уровень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё немного реверберации, на этот раз на малом барабане, на снэре, ну и на клэпах. Использовать для этого будем Universal Audio Reflection Engine от компании Precision. Пошлём наш снэр в обработку. Ну, а на канале с тарелками мы будем пользоваться внутренней реверберацией инструментов. Выберем клэп и просто пошлём его в посыл внутреннего микшера. Сделаем его более раскатистым. Это не очень заметно, но окрас свой это даст. Ну, и настало время повесить лимитер или максимайзер на наш мастер-канал. Озон 8 максимайзер. Выбираем пресс от пампи и слушаем, как наша композиция звучит на более высокой громкости, при этом не перегружая и не клипуя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы нам понять точно, какая же нам нужна громкость и чего у нас не хватает, попробуем воспользоваться каким-нибудь референс-треком. Раз уж речь вначале зашла Бонобо, будем пользоваться референсом его трека 10 Tigers, загрузим его в Озон и сравним с нашей композицией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, мне кажется, немного не хватает нам насыщенных средних и высоких частот и чуть не хватает плотности низа. Воспользуемся прибором, который называется Exciter. Это такой психоакустический прибор, который добавляет гармонические искажения в те частоты, которые мы выбираем. Выберем высокие и средние частоты и гармонические искажения у нас будут добавляться при помощи пленки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, кстати, у нас должен ставить цепочки перед максимайзером. Чуть-чуть добавим громкости и послушаем, что получилось. Сравним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, вполне, вполне мне нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот что у нас получилось. Еще чуть-чуть, тут и там можно подправить, чуть-чуть добавить громкости в барабанах, чуть их звучание, скажем так, округлить, и музыкальная композиция готова. Ну что ж, друзья, вот что у меня получилось в итоге. Такой вот трек. Это, конечно, не музыкальная композиция полноценная, это такой двухминутный кусок, но, тем не менее, вполне себе самодостаточный, как мне кажется. Я еще чуть-чуть его доделал, тут подкрасил, там подмазал, и в итоге вот что получилось. Слушайте. Чтобы вам было не скучно слушать, я сделал небольшую подложку из такого космического видеоряда. Ну и, собственно, на этом все. Приходите на вечеринки, слушайте радиопрограммы, и, конечно, с нетерпением жду вас на курсе создания современной музыки в Институте звукового дизайна. Все подробности под этим видео. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok